Итак, нам до города где-то 40 минут. Надеюсь, он доедет. Витлин Дизель, нам тут в Каролине. Вообще на тебя пофигу. Чё ты вообще такой творишь? Ты думал, уберёшь один с дороги авто, и всё, типа, ура! Типа, ещё минус один, они ломаются. Придётся тебе испарить ещё, Витлин Дизель. Тебе придётся испарять их, испарять, испарять. Купишь вот этот за 10 штук, а мы сделаем ещё один. Бум! Передок ещё выше, а зад ещё ниже. Придётся тебе испарять, испарять. Автош из Каролины. В Северной Каролине подписали закон. Администрация Северной Каролины хочет запретить так называемую автошу. В Северной Каролине запретили модификацию под названием автош. Вот и пришёл конец с автошем из Каролины. Кто-нибудь, принесите мне кувалду. ПОДПИСМЕНТЫ Музыка. Играть перестала. Мы его сейчас просто уберем. Просто убираем его отсюда. Ну, почистим немного. Сегодня мы на свалке металлолома у Коди. Коди любит делать так, что вещи перестают существовать. Прямо как я. Тоже Коди. И тоже люблю стирать вещи с лета земли. Но у них здесь есть этот милый... Машиноизмельчитель. И они были настолько добры, что дадут нам им попользоваться пару часов. И мы измельчим пару тачек до состояния вот таких вот малюсеньких кусочков. Крутая у вас клешня, ребят. Без шуток. Вы круто зацепайте. Тачка ковыркнулась на 360 градусов. Ты видел это? Можешь лучше? Ну да, я мог получше. И чё, можешь сразу прям две поднять? Да. Ну тогда мы сейчас тут с клешня повалуемся немножко. Ну а потом закинем их в шреддер. Ну давай посмотрим сейчас на твой лучший бросок трака. Да, мы тут всего понемногу делаем. Дерево, допустим, шреддем. Делаем мульчу. Ну то есть мы можем перемолоть всё, что угодно. Деревья, рельсы, брусья. Эти штуки справа великоваты для шреддера. Погоди, великоваты для шреддера? Ну на что трак залезть, я думаю. Да. Окей. Гальку крошим. Мы прям как в том мультике, Валли. Вон измельчитель, да? Да. О май гад, чувак. Он огромный. Зацени размеры. Я не люблю ездить с людьми, которые ездят как сумасшедшие. Вон старый смаз-вал стоит. А когда он работает с ним рядом, можно стоять или он выплёвывает вещи, которые могут тебя убить? О, да. Да? Это возможно. Тут очень легко у нас это склеить. Вон там мы загружаем. Это лента подачи. Это Кэттрек. То есть там Д9 Кэтсоединение. Короче, это конвейерная лента. Да, это всё конвейерная лента. Длиной 25 метров. Отец купил это в 2000. А потом он приварил пару осей от траков вон туда. И ещё пятое колесо. И ездил на этом по воскресеньям. Ездил на этом? Да, без регистрации. Ездил на этом? Он приехал на этом сюда. Пресвятые угодники. Ну а с этим что? Вы это всё выгребаете, когда оно наполняется? Да, да. Субботняя уборка. Да, у нас тут небольшой беспорядок. Свалка уже старая, и тут грязно. А это всё перемолотые машины. Да, ещё мы делаем восьмифутовые пластины для траков. Да, ну? Да, которые приходят из Италии. Хотите сказать, и это там было? Конечно. Нифига. Да, но есть килограмм сорок. Зацени. Как вообще что-то может вот это измельчить? Ну, чем дольше оно там лежит, тем больше измельчается. Вон у твоей ноги, смотри, кусок гидравлического цилиндра. Его просто выплюнуло. С ума сойти, ребята. Да, выглядит так, как будто ему было нелегко его перемолоть. Ну, по итогу он бы всё равно его перемолол. То есть вы хотите сказать, что если я подгоню туда бульдозер, его тоже измельчит по итогу? Ну, если ты сможешь уместить его в загрузочное кно размером 2 на 2,5 метра. Если засунешь свой бульдозер в эту дырку, то да, он его съест. То есть это в порядке вещей, что сверху просто падает тачка? Ну да, конечно. Мы тут измельчаем от 150 до 300 тачек в день. Так, ладно. Когда вы её запустите, я буду здесь вот бежать по ней, как по дорожке. Не забываю, уворачивайся. Ну, как в зале. По огромной беговой дорожке. Будет уворачиваться от пуль. А бывает такое, что здесь что-нибудь застревает. Ну да, иногда. Что-нибудь падает вниз. И забивается, да? Эта штука размером с домом. Я хотел купить такую. Походу её просто так не купишь. Я такой, алё, а почему измельчите? Они говорят, два миллиона. Я такой, а, понятно. Это измельчитель среднего размера. Просто посмотрите на эту ленту, которая идёт наверх. А вот в этой секции пластины и ар вообще стоит. Эй, ар, пластина? Вы в натуре как в вали. Чё-то мне стремно тут найти, ребята. Только ничего не трогай. Вот эта линия. Вот здесь она завершает всю эту сортировку, короче. А, они горячие. Я прям чувствую, как от них идёт жар. И чувствую, вибрацию в пальцы. Да, это просто работает от мотора. Воздух пропитан электричеством. Вот здесь находится кнопка включения. А это значит мотор. Да. И то, к чему он присоединён, выдаёт от 65 до 80 тысяч. В зависимости от настроек. То есть 3,5 тонны? Ну, ротор, к которому он присоединён. Так что да, около 4 тонн. Сытые угольники, вы посмотрите на крестовину. Короче, мы всё делали неправильно, ведь моей крестовины гораздо меньше. Ставки из бетона здесь где-то на полметра вниз уходят. Вот такого размера. Из-за этого? Да. Иногда в измельчитель попадает топливный бак. Или баллон с пропаном. Из-за всех этих взрывов. Посмотри, сколько дэмэджа. Хотите сказать, осколки пробивают эту стену? Ну, по сути, да. Хотя спереди там и стоит и аэропластина. У нас бывали огромные взрывы. А бывало такое, что здесь находились люди во время взрыва? Ну да, пар-тройка человек постоянно ходят, а тут всё взрывается, значит, они ванитурят. Обалдеть. В фундаменте больше 1150 тонн бетона. Чтобы вы понимали. Нифига себе. Так, а что будет, если, скажем, его вдруг в один момент просто заклинит? Ну, для начала он загорится. А в городе-то свет не гаснет, когда вы его включаете? Я думаю, мы используем электроэнергию за час, столько, сколько они за месяц. Смотрите, тут розетка. У нас было так много взрывов, что, какую бы дверь мы ни ставили, и каждая из них просто разваливалась по итогу. Но тюрьма... Но в тюрьме неподалёку. Они, короче, решили заменить дверь, и поэтому привезли их сюда. Но мы поставили тюремную дверь. Это тюремная дверь? Единственное, что выдержало. Сюда наступать можно? Да, конечно. И это у вас, значит, в порядке вещей, я так понимаю. Нет, но эта дверь такая толстая, что и всё ни по чём. Если в загрузку попадает что-то очень большое, чтобы не портить зубья, там есть специальная дверь, через которую это можно вынуть. Значит, все эти наковальни, которые у нас на заднем сидении, их просто выплюнет? Их просто... да, по сути. Их там немного покрутят, а потом их выплюнет. А вот это всё, значит, не металлическое. А это куча, кстати, между прочим, на 20-30% цвет на металл. Поэтому мы оттуда достаем сталь и отправляем сразу на сталь литейный завод. Также у нас есть оборудование, которое достает алюминий, которое тоже отправляем в другие компании, у которых больше сортировочного оборудования. Выглядит это как куча мусора, но на самом деле она очень дорогая. А вот эта штука наделала шуму. Обалдеть, а это вообще от чего? Это от большого крана. От крана? Да, его покрутил там пару минут, а потом выплюнул. Да и этот кусман где-то полтонны весит, если не целую тонну. Да, это большой кусок. А вот видишь, на нём отметины. Это у него от измельчителя. Нет, вы только посмотрите. Если оставить его там на подольше, его точно выплюнет. По-любому выплюнет. Все материалы здесь, они либо из закалённой стали, либо из нержавеющей. То есть, по сути, вот эта штука, она затвердевает. И чем дольше он там лежит, тем тяжелее становится. Чем дольше он лежит? Ну да, если от нового отрезать один дюйм, то он будет весить фунт, а если от старого, то где-то три фунта. Ничего себе он вес набирает. Рисуночек по кайфу. Ну, мы нанимаем людей с тюрьмы, так что... Это значит, молотки от мульчера? Кажись, они немного затупились. Смотрите, они размером с мою ногу. Да, что-то они уже не очень острые. Короче, вот здесь эти молотки. И вся эта хрень крутится в ту сторону. И крутится она на скорости 600 рпм. Центрифужная сила достаёт молоток, и значит, вот этой стороной он режет. Понял. И значит, если он пытается откусить слишком много, к примеру, пытаясь сесть на ковальню, а для него это много, тогда он прячется обратно вот так. А, ну да, я понял. И таким образом оно не ломается. Ну да, ну да, как у измельчителя зерева, та же технология. И при следующем обороте молоток снова вылетает и делает укус. 600 оборотов в минуту. А, так вот почему там так мало места? Центрифужная сила прячет их внутри. Да, да. Ясно. Так что вес этой штуки составляет от 65 где-то до 80 тысяч. Три с половиной тонны? Как там, мы её отключаем, она крутится ещё где-то час. Просто крутится. Целый час? Обалдеть, целый час. Это какая-то дичь. Подшипники там, наверное, огромные. Да там просто ты не представляешь. Мы как-то раз заменяли эту штуку. Да, было такое. Да. Мы где-то дня два пытались её снять. Ничего себе. Подшипник за 30 тысяч долларов. Плюс рукав. Рукав стоил ещё 7-8 тысяч долларов. Да, там один кейс весил килограмм сто. А под человеческим весом она будет крутиться? Да, немного. Просто встань, он там на краешек, и всё. Да, потом я соскальзну туда, и мою ногу туда просто засянет. Нет, это что-то небезопасно. А вот это лайнер от 6 до 8 дюймов. Обалдеть, мужики. Это выглядит как какой-то корабль из «Звёздных войн». Ну, или панелей там. Что? Как я мог не знать об этом обо всём? С ума сойти. Это просто огромное всё. С ума сойти. Это точно. Сюда приходится весь вес. Он пьёт со всей силы. Всё равно, что бить школьным автобусом тысячу раз в секунду. Смотри, не поскользнись, когда она начнёт крутиться. Какая она большая. Да она вообще не едет, чувак. Я тебе говорю, я отвечаю просто. Ну, я знал, что они плохо едут. Ну, я не знал, что она столько. Братан, эта вода такая отвратительная. Это, наверное, смесь какая-то электролитов. Да, и много чего другого. Это просто плохая вода какая-то. Да, она просто жадная. Я закрою окно. Звук такой, как будто кардонный вал просто отвалился. Может, и правда. Кажись, что-то с крестовиной. Кажись, я заклинен. Или мой див. Что это было? Очень странный звук был. Да, очень. К тому же, пять или шесть раз подряд это было. Очень странно. Братва, глядите на эту вилку. Глядите на эту вилку. Зацените вилку. Вот это хулиган. Вы где её вообще надыбали? Это обалдеть просто. Чё, ещё раз поднимем? Да, конечно. Как же она ещё работает? Она упала с такой высоты. Огромное спасибо WTF-логистике, которые привезли это всё сюда. Этот чувак доставит всё, что угодно, куда угодно и когда угодно. Ну, типа, через всю страну за два дня. Если вам нужно достать кусок свинца размером с фуру из болота, то он его достанет. Понятно? Огромное ему спасибо за доставку. Последний раз вы видели, как её грузили на прицеп с помощью вертолёта. И сейчас она в Пенсильвании готовится быть измельчённой. Измельчённой. Чувак, зацени. Ты такого раньше не видел. Как масляный поддон просто вжался в коленвал и в паршни. Ну и жесть. Да. Вдобило просто. В общем, да. Мой любимый халюкс, мой самый первый халюкс в моей жизни, будет сегодня измельчён. Ну, давай, иди. Как будешь готов, просто нажмёт на эту кнопку. Одна кнопка, всё заведёт? Нет, ну сначала мы нажмём там пристарт и всё такое. Потом нажмёшь вот здесь и всё. Итак, приём, приём, как слышно. Мы начинаем, как все готовы. Мы готовы, приём. Поехали. Просто нажать. Ты слышишь, как ротор начинает крутить? Слышу. Сейчас он разгонится до где-то. То есть он сейчас еле-еле двигается ещё пока? Да ты подожди, чуток. А, он уже крутится. Так, ну всё, валим отсюда, валим. Давай быстрее, а то опоздаешь. А, ну ему снова откалиброваться надо. Ну да, тут много металла. Тут везде, наверное, одни помехи. Мы в главной рубке. Да. Как прикольно, чувак, я восхищен. Сейчас я активирую всё кнопки. Да, да, давай. Ты их просто так что-нибудь нажимаешь, или что ты делаешь вообще? Пол трясётся, я просто чувствую всем телом. Да, ты прав. Это ведь весь бетон трясётся. Короче, смотри, когда он её бросит, ты поднимешь её вот здесь, а я вот здесь нажму. Всё понятно. Зелёная штука наверх. Эту повернуть направо. Да, потом просто вот. А потом нажать это. Скажите, когда. Ну всё, давай уже. Нажимай. На это нажимай, да? Эту кнопку. Вот эту. Вот так? Повернусь здесь. Да, бросай. Он не бросает. Куда нажимать-то? Как вы нажали? Вот эту? Нет. КОНЕЦ 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 У нас слетела цепь. Повторяю, слетела цепь. Эх, вот дерьмо. Делаем ресет на 1.14, Шекром 3, Макдром 2.0. Продолжение следует. Продолжение следует. Это же трекшн-бар поехал. Продолжение следует. Вон там он, новая, да? Да. А старая куда дели? Да это просто мусор. Мусор? Мы её купили 20 лет назад, и уже тогда она была не новая. То есть она вам не нужна? Мы бы нашли её применение. Мы бы... Скатили бы я с холма. Да, давайте я куплю у вас этот барабан. Ну смотри, он вон у нас сзади там лежит, ему 20 лет уже. Там два, если чё. Мы скатим его с холма. Вы только смотрите, чтобы у него на пути ничего не было, а то ведь он не остановится. Вообще без вариантов. Эй, а с этой ты топливный бак снял вообще? А эту мы сбросили с вертолёта. Там вряд ли что-то осталось. Они сбросили её с вертолёта, вряд ли в ней что-то осталось. Ну немного металла, у вас здесь, ребята, останется. Окей. Как видишь, он не всё загребает, а только чуть-чуть. То есть металл, доезжающий до конца, цветной, что ли? Ну, вообще-то нет. Нет, сейчас там туда всё едет, всё подряд. За исключением металла, который к магниту присосало. Ключи обратно. Нет. Прямо. А ты что, только что нажал? Ничего. Вот здесь нажать? Нет. А, вон, смотри, куски. Да. Измельчение завершено. Вырубай. Так, я знаю, что делать. Надо выключить. Как её выключить? Эй, пойдём за нашими кусочками. За нашими кусочками. Эй, пойдём за нашими кусочками. Вы хотите сказать, что это автош? Вот здесь вот автош? Да, смотри, вот он, его движок. Куски от движка. Коленвал вон. Это, наверное, полуось. Она очень горячая. Это шаровой шарнир. Шаровой шарнир. Какой ещё шаровой шарнир? Это мульчат Хайлюкс. Некоторые из них очень тяжёлые. О, да. Вы только посмотрите. Всё ещё тёплое. Не из-за измельчителя, а потому что я недавно была в моторе. Свежее убийство. Это просто прекрасно. Распредвальчик. Да. Очень горячий. Вы, ребята, знаете, насколько я люблю распредвала. Ну, выглядит он немного... Как тяжело было его сломать. Секунду. Тойота знает своё дело. Ты видишь насквозь? Там пусто. Пружины клапанов. Нет. Это пружины возврата поршней. А вон и поршня. Так они погнутые. Вот почему тот трак не ехал. У него поршня гнутая. Мой вам совет, ребята. Не надо делать никаких авто шибак у стайлов, а то я найду их. Нежно пропущу их через измельчитель. Мы переправим это всё в Теннессии. Расфасуем по банкам. Всё для... Всё для вас, ребята. Да. И для вашей спальни. Это точно. В общем, в следующий раз, когда увидите такой заниженный трак, знайте, что когда-нибудь можете стать его обладателем. Ну, или его часть. Огромное спасибо Коди. Огромное спасибо, Джей Кей Салвадж, за помощь с уничтожением. Подписывайтесь, чтобы не пропустить, а... О чём будем делать? Я не... Я вообще не знаю, о чём. Я даже не знаю, что сегодня буду делать. Я просто хотел выразить огромную благодарность А. А. Мерикан Авиалини за безопасный перелёт домой. Которого не было. Почему-то никто не задаётся вопросом, можно ли запускать дрон в аэропорту. Только вокруг. Нельзя только вокруг него. А мышь, получается, внутри... Извините, здесь дрон запускать можно? Ну, вряд ли. Видишь ли, тут такие низкие потолки, что... Короче, можно, если никто не смотрит. Не знаю. Если чё, вы со мной не разговаривали. Он сказал, что это зависит от высоты потолка. Он сказал, что потолок низко. Да, он не переживал, что людей может разрезать пополам. Он развивает скорость до 60 км в час. Субтитры делал DimaTorzok Эй, 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 эй. Там коп. Там коп стоит. Нам всё равно. Кажется, наши рейсы задержали ещё на часок. И это ещё после 7 часов. Ожидание. Ты как? Я вывихнул свою руку. Я реально вывихнул свою руку. Слушай, это, наверное, уже 10 раз, когда я вывихаю эту руку. Я продаю свои автоши. Почему все хотят заниженный трак? Потому что теперь он в банке и никому не навредит. Объединёнными усилиями 15 человек и в течение трёх недель и многих тысяч долларов. Мы распределили автош по всем этим банкам. Короче, что мы здесь делали, я вам сейчас объясню. Где самая крутая банка, а? Вот это, ребята, вот это нужно респектовать. Вы видите, это банка с коленвалом. Понимаете? К коленвалу нужно две банки. Ведь коленвал не помещается. Вот так он выглядит. Я увидел его на земле и говорю, мы должны поместить его в банку. И вот у нас есть половина коленвала. В этой банке. 2001. У нас есть банка 2001-го. У нас есть банка. У нас есть банка 2001-го года. Он даже не помещается в неё. У нас есть банка. У нас есть банка 2001-го. Сильверада 2001-го года. И красный вельвец, обшивки сиденьев. И мех. Вот его видно. У нас там немного меха. С дырной обшитки. В этих банках в углу моего гаража поместилось целых два изуроданных трака. И Toyota Hilux. Тут банок на 3,5 тонны. Вон всякие шестерёнки. От дифференциала. Зубчатый ремень. Это только мои траки. И всё. Это не какие-то рандомные детали, которые мы там собрали. Это мои. Сними-ка он те, которые с конденсатом. Чувак, они такие... Они такие отвратительные. Мёртвые, разлагающиеся автош. И от них воняет. Как же они воняют. И спускают просто зловоние. Есть, допустим, вот такие, в которых что-то вроде мачи сатаны. Да, в этой точно есть какой-то смузи. О, как же отвратительно. Видно, вон осколки краски. Вон осколки красной краски. И что удивительно, грязи в этих банках вообще нет. То есть там нет никакой земли грязи. Всё, что выглядит как грязь, это измельчённая в кашу. То есть здесь был металл. Это было траком. Ну, то есть изначально мы делали вот такие. И это было, конечно, круто. Всё было супер, но... Мы круто их упаковали, но... По сравнению с тем, что у нас здесь сейчас, это... Волмарт. Ну, типа, я нереально гор той работой, которую мы провели здесь. Трансформация. То есть теперь все наши банки, они стеклянные. И стекла с металлической крышкой. Эти вот были пластиковые. Не, ну, типа... Просто чертовски тяжёлые. Эти банки дорогие. Мы потратили на них тысяч двадцать долларов. Вот здесь у нас банка с большой шестернёй главной пары. Вместе с передаточными числами на бумаге из руководства по эксплуатации. Это Шеви. Прошла свой техосмотр. В этой вот банке две тысячи баксов. Хотя нет, там вроде всего шестьсот баксов. Но вон сотки лежат. Но смотрите, тут шестерёнка дифференциала сверху. И даже мех есть. Если вам нужен мех. Мех. И ещё у нас есть такой стержень с куском коленвала внутри, который крутится, всё работает. И бумажка. Техническое обслуживание двигателя. А вот тут проверьте уровень масла. Страничка такая. С тремя поршнями, засунутыми внутрь. Ну и сотня баксов, конечно. А с этим что не так? Что-то типа диаграммы ремня безопасности. И сам ремень безопасности перемолотый внутри. На этой картинке трак вырезается в дерево. И внутри у нас дерево. Да нет, я пошутил. Там просто крутые кусочки металла. А вот в этой ключи. А так вот она где. Вот в этой реальной банке реальной ключи. От трака автош. Банка с надёжным Шеви. Он был надёжен. Пока 15-летний роднековский ребёнок из Алла-Обамы не купил его. И не износил. А здесь что происходит, объясни-ка мне. Что? Что ты придумал? Ну, это короче. Я такой говорю, это же не по месяцу. А это и не важно. В этой вот Мишель Обама. Эта банка весит килограмм пятнадцать. Она по-любому разъяснится на куски, когда мы её отправим. Я думаю, мы отправим это по отдельности, чтобы банка не лопнула. Оу. Ты что наделал? Это, наверное, просто шутка, но вы можете это получить. Это жёстко, чувак. Эта штука супертяжёлая, она весит килограмм пятнадцать. Радиатор разрывается прямо в глаза кому-то. Она просто садится вот так вот сверху, и всё, что ли. Нам нужно наложить сюда ещё немного обшивки, я думаю. В эту банку. Сэм, что здесь написано? Тут написано пять тысяч. Тут написано пять тысяч долларов. Это неважно. Потому что почему? У нас здесь ещё одна плашечка. И эта плашечка... Чёрт, кому же она достанется? Ты фартовый. Потому что на ней... Обалдеть, сколько баба. Вот такой красивый номер. Не может быть. На ней пятьдесят тысяч долларов. Тут написано пятьдесят тысяч. Пальцами я закрывал. Пин-код и номер телефона, по которому нужно будет позвонить. На тот случай, если вдруг вам попалась вот такая плашечка в одной из банок, я бы выкупил её обратно. За... пятьдесят тысяч долларов, наверное. Ну, если бы вы решили её продать. Ну, или можете оставить её себе, конечно. Но я оцениваю её стоимость где-то в пятьдесят тысяч долларов. И вы знаете, я держу своё слово. Если вы купите банку с этой плашкой на пятьдесят ка... Эта... Эта плашка для меня очень многое значит, если честно. Я засун её в одну из этих банок, и... Если вдруг её кто-то купит, я, наверное, выкуплю её за пятьдесят штук. Да, вот эта плашка стоит для меня пятьдесят тысяч американских долларов. Мы засунем эту плашечку в банку с самым противным содержимым, который есть. И вы сначала подумаете, о, что это за банка? Ничего страшного, ведь в вашей банке может быть пятьдесят штук. О, нифига, оно затвердевает. Оно реально, смотри. Оно буквально затвердевает. Затвердевает, как цемент. Оно даже не растекается больше. Скидываете этот пин-код на тот номер телефона и говорите, «Эй, у меня пятьдесят штук». И я куплю плашку за пятьдесят тысяч долларов. Знаете, я тоже своего рода коллекционер. И мне очень нужна эта карта-плашечка. Карта стоимостью пятьдесят штук. Заходит, заходит. Зашла. Закрываем. Да, так выглядит пятьдесят штук. Да, у кого-то будет очень плохой день, а потом будет очень хороший день. Да, эта сумма может изменить чудо жизни, там куча денег. Карта номер один. Пятьсот долларов. Тысяча долларов. Снова тысяча долларов. Штука. 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 Я сделал десять тысяч. Оказывается, есть плашка на десять тысяч долларов. Кому бы не досталась эта карта? Это очень важно. Если вдруг она досталась вам. Я, наверное, просто расплачусь. Потому что это самая херовая карта. Это значит, вы выиграли один цент. Но я все равно заплачу. И даже буду щедрым. Даже дам вам целых пять. А может даже дам... Черт, это выгодное предложение. Таше всего один цент. Предлагаю в пять раз больше. На этой вот сто долларов. А вот эта крутая. Если вы найдете в банке эту, то у вас будет оплаченная поездка. Путевка на WDHQ. Приезжайте ко мне на выходные, и мы с вами кайфуем. Ездите на моем экскаваторе. Посадить ребенка за руль своего экскаватора? Посажу. Бери с собой друга, мы оплатим перелет и кайфанем на выходных. Ну и это на 250 долларов. Отправляйте пин на этот номер, и я приложу вам сумму, которая на карте. Тут целая куча денег. 65 тысяч и один цент. То есть слева, направо, и все, что сзади. Это все, что у нас есть. Вы думаете, есть какие-то правила? Нет, вы можете купить сколько угодно банок. Потому что нет. Я не считаю это каким-то там гимом. Но если вы покупаете мерч с надеждой выиграть трак, то тут не может быть правил по поводу входа. Вы можете хоть все их скупить. Все. Но чем больше людей, тем лучше. Это все, что есть. Значит, если вы покупаете, это будет одна из этих вот банок. Я подписал все банки. Все банки собственноручно. Это заняло у меня просто три дня. Кому-то достанется пустая банка. Ну, а может, положим туда один цент. Тогда она не будет пустой. Да. И кто-то получит один цент. Что произошло? Я бы просто рассмеялся. Если бы такое со мной произошло. Так жестко меня еще не кидали. Кто-то из вас получит целую кучу бабок. Просто целое состояние. Ну, а кому-то достанется вообще ничего. Представь, как ее откроют. Типа, что за хуй? А где содержимое? Пипец просто. Вы должны обладать хорошим чувством юмора. Я не буду тратить время, чтобы туда что-то положить. Она будет пустой. Короче, вот это я оставлю себе. Это моя особая баночка. 200 килограмм 10. Вот это вот моя. И если у вас есть автош, я куплю его. Я куплю любой такой трак на планете. Но я не дам больше четверти от цены, которую вы просите за свой ментально ущербный хромосом-мобиль. Вот. Так что да, я куплю его. Но я не очень хочу с вами разговаривать. Если у вас есть такой трак на продажу, я не буду с вами коммуницировать. Ваш трак просто окажется в моих банках. Я знаю, все эти хромосомы Бой попытаются установить его. Они все соберутся. Они будут покупать как можно больше таких банок и склеивать все вместе. Будут восстанавливать эти автоши. Они такие, мы купим все банки. И потом они все соберутся в своем трейлер-парке и будут собирать его по ночам. Сваривать все вместе. Будут пытаться установить автоши. В прошлый раз, когда мы создали такие банки, мы продали их меньше, чем за три часа. Так что, если вы хотите одну из этих, я рекомендую вам поторопиться. Все средства, полученные в результате данной кампании, пойдут на стирание всех автоши с лица земли. Поднимите, пожалуйста, стекло. Не, не, не подниму. Вы отказываетесь поднять стекло. Да мне уже за него выписали штрафчик. Хорошо, дайте я посмотрю. Дайте мне, пожалуйста, посмотреть. Пожалуйста. Я могу оплатить его до 31-го. Поднимите стекло, вы нарушаете закон. Да опять ту же телегу, что я вчера прогоняю тебя. Хорошо, ваши права. Я мэнный насос. Почему бы вам не ловить людей, ну какая, я не наркомана всяких, а не 17-летних пацанов. Мы с тобой в суде увидимся, слышишь? Увидимся в суде. Итак, мистер Смит, ознакомьтесь, пожалуйста, с протоколом. И со штрафом. Что, больше заняться нечем? Как хорошо, что я увидел этот тикток перед тем, как я закончил это видео. Я просто хотел поблагодарить этого парня за то, что он записал весь разговор. Потому что теперь люди могут видеть недостаток умственного развития. И это то, с чем сталкивается огромное количество детей из Алабамы, Южной Каролины, Северной Каролины, да и вообще на юге США. Эти дети ездят на этих автошах. И я хочу отметить, что у копа было гораздо больше самообладания, чем было бы у меня в этой ситуации. Любой бы захотел вытащить его из этого трака и заставить его идти обратно в свой трейлер-парк пешком. Ну, может, в следующий раз так и будет. Но все равно спасибо ему за это видео, ведь теперь люди понимают. Подписывайтесь на канал «Свистящий дизель». Дальше и еще круче.